Сейчас я покажу вам сообщение, которое прислал мне подписчик моего канала в Телеграм, а внизу экрана вы видите комментарий с Ютуба. У всех женщин абсолютно одинаковый алгоритм поведения. Сначала вроде бы все хорошо, но через какое-то время женщина неизбежно начинает предъявлять мужчине претензии и выражать недовольствие его действиями. Кто-то когда-то придумал, что женщина так себя ведет, потому что у нее закончилась так называемая демоверсия, и все это повторяют. Но на самом деле термин демоверсия не объясняет поведение женщины. Ну допустим, показала ты себя с хорошей стороны, втерлась к мужчине в доверие, получила от него то, что хотела. Ну так живи и радуйся, зачем человека мучить? А ведь женщина причиняет мужчине боль совершенно осознанно, и я сейчас объясню, зачем она это делает. Например, когда вымогатель требует от коммерсанта отдать деньги, они не катают его на аттракционах и не покупают ему мороженку, они пользуются утюгом и паяльником. Боль гораздо сильнее влияет на поведение человека, чем удовольствие, потому что без удовольствия можно обойтись, а вот боль в течение длительного времени терпеть невозможно. И женщина интуитивно это прекрасно чувствует, а поэтому не хочет договариваться с мужчиной по-хорошему, а вместо этого старается постоянно причинять ему боль. Вся разница между женщинами заключается только в том, что умная женщина время от времени дает мужчине передышку, а неумная мучает его безостановочно. И когда мужчина чувствует, что больше не может терпеть, он от женщины убегает. Именно поэтому для многих женщин так трудно затащить мужчину в ЗАГС. Любая женщина хочет заключить с мужчиной официальный брак. Потому что после заключения официального брака, государство уже на законных основаниях будет помогать ей забрать у мужчины все, что у него есть. Но вот только вместо того, чтобы действовать как-то похитрее, женщина сразу подходит к мужчине с утюгом в одной руке и с паяльником в другой. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова